Ну-ка, вы очень невнятно сказали. Пименов, моя фамилия. Пименов? Да, Пиратимов. Имя, отчество можно? Пименов. Как? Пименов? Максим Юрьевич. Вот, Василий Юрьевич, вам слышно что-нибудь? Максим Юрьевич. Ой, Максим Юрьевич, вы знаете, что он, например, о том, что у нас на Самарской области введена чрезвычайная ситуация или эпидемия какая-то у нас есть официальная? Объявлена? Вы зачем эти вопросы задаете? Ну, потому что на основании... Я спросил вас, вы мне хотя бы на один вопрос ответьте, что у вас случилось? Я уже в третий раз задаю этот вопрос, и вы мне не можете на него ответить. Вы только говорите, что ведется видеофиксация, аудиофиксация. Мы обязаны предупредить, Василий, Максим Юрьевич, еще раз, сначала. Для того, чтобы наша фиксация аудиопротоколирования, видеопротоколирования имела юридическую силу, мы обязаны вас предупредить о том, что ведется видеофиксация. Я говорю, что у вас случилось? Секундочку, не перебивайте, пожалуйста, меня. Поэтому вы сразу, когда начали вести видеофиксацию, мы вас предупредили. Только с этой целью. Только с этой целью. Пожалуйста, не создавайте вот этот тремор в разговоре. И не настраивайте людей на негативные... То есть не надо провоцировать. Не надо провоцировать. Не надо провоцировать, Максим Юрьевич. Я не провоцироваю. Просто хорошо. Что случилось у вас? Вот сейчас я... Если бы вы даже не спросили, что случилось, после предупреждения... Я вас не вас не слышу. Вы опять сейчас перебиваете. У вас такой метод ведения переговоров, разговоров. Дорогие женщины, мы приехали к вам по адресу. Вы приехали помочь нам, да? У нас одна машина на весь район. Мы сейчас... Мы долго вас не задерживали. Вы сейчас сами задерживаете. Вы сами задерживаете. Мы вас спрашиваем. Что случилось? Вы продолжаете разговаривать вообще о другом. Вы нам скажите суть проблемы. Смотрите, когда мы сели, вы стали задавать какие-то... А почему вы ведете видеофиксацию? А зачем вы выкладываете в интернет? Для чего вы это говорили? Вы нам объяснили, мы вас поняли. Расскажите, что случилось. Хорошо. Рассказывай, что случилось. Девушка Валентина ехала в транспорте общественном. Да. С решением законных оснований. То есть имела при себе билет, оплатила проезд. Трое людей там или кто из департамента. Да, там были двое в форме. Двое в форме, в общем. А один в гражданском. Все в масках при последующем, при последующем просьбе показать лицо, чтобы мы удостоверили их, сверили их лица с удостоверением, во всяком случае, людей в форме, которые были. Они отказались. Вот, кстати, вот вы не можете снимать. А вы только рабочий можете. Смотрите, у вас рабочий телефон. Он у вас рабочий. Он зарегистрирован как-то у вас? Нет, это мой. А вот на свой нарушение вы не можете. Вы не можете на личный телефон снимать. Мы запрещаем вас снимать, потому что вы находитесь при исполнении. Лена, я сделаю заявление сейчас, извини. Значит, Максим Юрьевич, вас как зовут? Владимир Евгеньевич. Владимир Евгеньевич, вас вызвали для помощи людям, права чьи были нарушены, да, человеку. Но, судя по вашему поведению, вы безграмотны. Почему? Вот по всем вашим действиям вы безграмотны явно. И вы никак не можете защищать права людей в нашем городе. Мы вам дорожаем отвод, мы вам делаем отвод, мы вам не доверяем и не считаем нужным с вами дальше общаться. Потому что ничего от вас хорошего невозможно. Благодарим, мы отказываем, мы вам не доверяем. А куда будете последствия высвета? Вы, в данный момент, мы считаем, что вы... Протокол, пожалуйста. Какой протокол? Составляйте протокол сейчас. На вас, на вас, на вас протокол. Что еще раз? На вас протокол сейчас. Вы заявление будете подавать? На вас теперь уже, на вас. Вам заявление нет. Вы ведете себя безграмотно. Вы сейчас не имеете права снимать на личный телефон, потому что вы находите... А я объясняю вам. Вы, то есть, можете на личный снимать, а я не могу. А потому что я сейчас в качестве человека гражданина. А ваши права, ваши обязанности... Мы вам не доверяем. Вы сейчас перебиваете опять меня. Я вам объясняю, почему вы сейчас нарушаете закон о персональных данных. Вы сейчас самоправно снимаете. А я у вас никакие данные не спрашиваю. А вы находитесь сейчас на работе и ведете в личных целях видеофиксацию. Для соблюдения законности как раз, да. Может быть, у вас нет. У вас должен быть. Вы на личный телефон не можете снимать. Я категорически против, чтобы вы использовали эти данные мои персональные. Каких-то целей. А вы персональные данные не скажете. Служебных, личных. То, что вы снимаете. Мой голос, мои биометрические данные. Вы их будете использовать, возможно, в незаконных целях. На это вы полагаете. Потому что вы сейчас... Да, возможно, я и сказала, возможно. Вы сейчас нарушаете, а личные вы не можете. Интересы сейчас свои, потому что вы находитесь при исполнении службы. Это вы и так думаете. Таким образом... Значит, вы сейчас якобы при исполнении служебных полномочий, на самом деле, личные интересы свои... Вы личные интересы сейчас свои. Вы сейчас личные интересы свои преследуете. Вы личные интересы сейчас преследуете. Вы личные интересы сейчас преследуете свои. Мы вам выражаем недоверие и мы уходим. Фамилия не очень. Вы сейчас как все участники. Протокол отказались. Протокол отказались. А вторую фамилию? Представьтесь, пожалуйста, фамилию. Представлялась уже. Владимир Евгеньевич, моя фамилия, старший сержант полиции. А вы фамилию свою назовите? А вы Киселев, да? Кислов, по-моему, нет? Киселев, да? Мы сейчас считаем, что вы так же являетесь соучастниками в правонарушениях. И поскольку вы себя ведете неграмотно, юридически, понимаете? Хотя бы потому, что вы сейчас ведете видеофиксацию на свой личный телефон. А вы не на личный, да? Делать больше нечего у вас здесь. Разговаривать с вами не о чем. Пока наши требования. Послушайте. Сейчас мы определён. Послушайте. Не в протоколе, а в заявлении. Представьте больше не в протоколе, а в заявлении. Вы в протоколе. Подобесите. СListen. Протоколе мы всё ислажили. Опрос опрашивает свидетелей, преступников.